Доброе утро! Мы продолжаем, продолжаем наше утро уже с гостем. Мы поговорим сегодня о межрегиональном образовательном форуме «Родители в теме. Что это?» Ну, для кого это уже и так понятно из названия. Как это всё будет происходить? И в теме чего? Родители. Давайте разбираться все вместе. Гость студии сегодня Папуша Елена Николаевна, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Ульяновского государственного педагогического университета. Елена Николаевна, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Рада вас видеть. Итак, что касаемо проекта? Родители в теме. Да, родители в теме. Что это за проект? Ну, в 2023 году мы ещё не знали, что будет год семьи, и решили поучаствовать в конкурсе патриотического воспитания граждан Российской Федерации, национального проекта образования. Мы разработали проект, который бы совместил родителей и образовательную организацию. Потому что мы, как педагоги, понимаем, что одна из самых больших трудностей в подготовке будущих педагогов это подготовить педагога для работы с родителями. И многие действующие педагоги говорят, что действительно работа с родителями отнимает много сил. Но нам бы хотелось понимать, а с другой стороны, родители-то что ждут от школы? Какая тема для родительского просвещения актуальна, современная, интересна? Чему учить наших педагогов в будущем? И мы придумали такой проект. Проект межрегиональный. Принимает участие шесть регионов. Помимо Ульяновской области, это Самарская область, Пенденская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан и Чувашская республика. Первоначально мы провели большое анкетирование. Участие приняло 23 тысячи родителей со всех регионов. Со шести регионов, да, имеете в виду? Да, со шести регионов, 23 тысячи. Мы определили те темы, которые родителям наиболее интересны, и пригласили их первоначально на региональные семинары. Родители школьников, младшие классы, старшие или все? Нас интересуют родители, дети которых находятся в образовательной организации. То есть это могут быть родители и дошкольников, и школьников, и даже студентов. Потому что мы понимаем, что сейчас со студенческой молодежью при работе мы иногда встречаемся и проводим семинары, встречи с родителями. В каждом регионе из шести участников у нас есть партнеры. Как правило, это либо педагогический вуз, либо вуз государственный, который готовит тоже педагогов. Но у нас в регионе это что за учреждение? Ну, у нас это Ульяновский государственный педагогический университет. Я сижу и вспоминаю, по-моему, я тоже проходила это анкетирование. Да, да, да. Вполне может быть. Да, в прошлом году. Значит, ваш голос учтен. Да, очень радует, точно. Исходя из того, какие темы выбрали родители по регионам, каждый вуз подготовил программу семинара. 25 апреля они у нас стартовали, и буквально на прошлой неделе, 17 мая, завершились. Можем мы сейчас озвучить эти самые темы? Вот хотя бы там пятерка таких вот топ-тем? Да, я вам могу сказать, что волнует родителей больше всего. В первую очередь родителей волнует профориентация. Очень важно, как выберет ребенок обучение, место для дальнейшего обучения для получения профессии, чтобы потом эта профессия приносила не только деньги, но и удовольствие, и смысл жизни. Вот нас радует, что родители об этом задумываются. Это топ. Второе по популярности – это информационная безопасность детей в сети интернет. Мы понимаем, что сейчас много гаджетов, много возможностей у детей попасть в мессенджер, в интернет, но при этом и много опасностей. Конечно. Как уберечь ребенка и как вытащить его из виртуального мира в реальность – об этом многие родители задумываются, и в том числе очень подробно разбирали на семинаре в Самарской области. Следующая топ-тема – это то, что касается психолого-педагогических процессов воспитания. Это педагог плюс родитель, учитель плюс родитель. Это пятая топ-тема. Я спешу. То есть взаимодействие родителей с образовательной организацией – это пятая топ-тема. А эта тема, которая касается, например, тайм-менеджмента, как снять тревожность у ребенка перед экзаменами, как решать конфликты в семье, как помочь ребенку со сверстниками, например, установить контакт. Проблема буллинга сейчас тоже актуальна. Вот эта вот тема. Четвертая тема – это тема как раз снятия тревожности, кризисов возраста различных. То есть что касается психологических аспектов. Как ребенок развивается, как он взрослеет, как преодолеть те кризисы самостоятельности, которые у нас не только в подростковом возрасте, но и в семь лет, когда ребенок идет в школу. Вы наверняка, как опытные родители, помните об этом, что это очень тяжело. Вот об этом мы тоже говорили на своем семинаре, например, в Ульяновской области. И сейчас мы готовим уже следующий этап – это межрегиональный форум. К нам приедут делегации со всех регионов, плюс большое представительство будет родителей Ульяновской области. Форум будет длиться три дня, стартует 31 мая. Основная образовательная программа будет 1 июня, в День защиты детей. Мы построили нашу программу, исходя из трех блоков. Первый блок – это семейный досуг. То есть в первый день, когда к нам приедут коллеги, родители из других регионов, мы покажем наши возможности. У нас, во-первых, программа совмещается с кинофестивалем Валентины Леонтьевой. И, соответственно, одна из площадок, мы поговорим с родителями о возрастных цензах. Что значат возрастные цензы на киноиндустрии, на печатной продукции, на игрушках? Как вообще выбирать, куда пойти на семейный просмотр? Посмотрим, конечно, один из фильмов. Плюс мы готовы нашим гостям показать наш город. Запланирована теплоходная экскурсия. Для того, чтобы показать, что даже соседние города, небольшие, которые не являются крутыми столицами, могут предложить много возможностей для совместного досуга. Выезд одного дня, двух дней, семьей, посмотреть новое интересное что-то. Следующий блок у нас будет блок образовательный, где по тем темам, топ, которые я обозначила, родители будут ждать выступления спикеров, будут ждать мастер-классы, тренинги психологические. У нас будет арт-терапия для того, чтобы снять напряжение. Будут мастер-классы, где родители смогут изготовить что-то своими руками. Вы же наверняка все помните детский сад и школу, какое количество поделок нужно сделать. Да, да, да. А дальше, когда ребенок переходит в старшую школу, как правило, этот процесс у нас затухает. Но, как говорят психологи, очень важно, когда у детей и у родителей есть какое-то креативное совместное хобби, когда они что-то делают руками. Это помогает развитию креативности. То есть даже взрослому ребенку все еще важно, чтобы родитель с ним что-то делал. Я имею в виду, что теперь уже не пароходики, но какие-то совместные истории. Да, важно, чтобы родитель показывал пример. То есть, условно говоря, мамочка приехала к нам на форум, расписала шоппер, привезла домой, показала ребенку. Точно. Сейчас мы прорабатываем мастер-класс по стринг-арту. Это когда гвоздики натягиваются, и с помощью ниточек делается красивая картина. То есть креативные, новые. Плюс у нас будет мастер-класс, например, по робототехнике. Это для того, чтобы показать возможности дополнительного образования современного. Родители понимали, что не только первокласснику интересно в Доме детского творчества, но могут пойти и ребята-старшеклассники. И плюс развитие креативности. Это второй блок. И третий блок у нас будет блок стратегической сессии. Вот как раз та основная цель, чтобы нам понять, какие темы интересуют родителей, о чем классные руководители могут с ними поговорить. Мы в рамках стратегической сессии составим шорт-лист, то есть список десяти самых востребованных и актуальных тем. И после этого начнется наша работа за форумом. В летний период мы найдем самых интересных спикеров и запишем короткие лекции 10-15 минут. Вот только я хотела спросить, как же стать тем родителем, который услышит все это, как это все, аккумулированное вами, достанется нам? И эти лекции, мы, во-первых, эти видеозаписи отправим в образовательные организации тех регионов, которые с нами принимают участие. Ну и наверняка в Министерство просвещения Российской Федерации для распространения во все школы нашей страны. Это какие-то большие лекции будут или, наоборот, маленькие? Как это вот предполагает? Нет, это будет 10-15 минут для того, чтобы классный руководитель, приглашая на родительское собрание родителей, мог с помощью этой лекции запустить обсуждение. То есть, например, классный руководитель показывает лекцию, 10-15 минут они просматривают. Сейчас в школах есть техническая возможность, много экранов, интерактивных досок. А после этого уже с родителями своего класса обсуждают. Или, например, приглашают психолога дополнительно, чтобы эту лекцию прокомментировать, разобрать конкретный случай. Мы хотим, чтобы современное родительское собрание включало и такой элемент. А вот спикеры форума, ведущие мастер-классов, кто они? Вот, знаете, не только коллеги-педагоги, как ни странно, да? Но, во-первых, у нас есть по два эксперта с каждого региона. Приезжают это кандидаты педагогических наук, доктора педагогических наук. Это практикующие психологи. Плюс в качестве партнеров у нас выступает Центр информационной безопасности детей в Леонидской области. Там тоже у нас есть и эксперты Роскомнадзора, и клинические психологи, которые будут говорить о безопасности в интернет. Мы приглашаем агентства по трудоустройству в Леонидской области, специалистов по профориентации. А финал всей этой истории как раз лекции? Или что-то планируется дальше? Финал будет в октябре 2024 года на Всероссийской конференции. Школа одаренных родителей. Это еще один наш партнер. Национальная родительская ассоциация проводит эту Всероссийскую конференцию в Москве. И мы отправим делегацию нашу, которая будет рассказывать об итогах нашего большого форума. Кто сможет войти в состав делегации? Я думаю, что это будут самые активные родители, которые примут участие в нашем региональном форуме. Плюс это будут те эксперты, которые запишут лекции для того, чтобы поделиться этим опытом тоже. И дальше этот опыт будет распространяться по регионам. Очень бы хотелось, да, чтобы эта информация... Ну вот как раз мы видео лекции направим, и плюс на Всероссийской конференции представим этот опыт. Мы готовы его тиражировать, мы готовы его передавать в другие федеральные округа, другие регионы, для того, чтобы родители не чувствовали себя сторонними в деле воспитания, чтобы они могли устанавливать контакт с классным руководителем, с педагогом и обсуждать те вопросы, которые их волнуют в воспитании детей. Что касается педагогов, то вовлечены. Что касается экспертов, вовлечены. Насколько вовлечены родители? Не выглядит это так, что, уважаемые родители, срочно от класса как минимум два человека, но очень надо не подводить педагога. Действительно ли родители идут на контакт, вовлекаются в это мероприятие? Как с ними эта работа налаживалась? Когда мы проводили анкетирование, мы думали, что человек 500 с каждого региона пройдет, там 3000 получится. Прошло 23 тысячи. То есть мы понимаем, что тем интересует. Дальше мы же проводили, когда региональные семинары, они у нас, конечно, в очном формате не могли вместить большое количество участников. Только 100 человек на каждой площадке было. Но все семинары транслировались в онлайн. У нас есть отдельная группа ВКонтакте, родители в теме. Там можно посмотреть семинары каждого региона. У каждого региона просмотр от 200 до 500 человек уже есть. Плюс в Ульяновской области, например, мы очень хорошо отработали с Министерством просвещения Ульяновской области, они пригласили родителей в школы. И онлайн-трансляцию через платформу было. И вы знаете, ну, порядка 600 человек единовременно пришли в школу. И я наблюдала... Да-да-да. Я наблюдала по экрану, а никто не ушел. То есть весь семинар родители сидели, слушали, задавали вопросы. Те, кто были на очной площадке, они остались, подошли к лекторам, записали телефоны, контакты для того, чтобы задать вопросы и обратиться в наш центр консультативной помощи. У нас на базе университета работает Центр консультативной помощи родителей, который абсолютно бесплатно оказывает консультации родителям в трех форматах. Онлайн на сайте можно оставить свою проблему, и вам на почту придет ответ. По телефону можно позвонить и уточнить. Вот у меня вот так вот с ребенком такая ситуация, или с учителем такая ситуация. Или прийти в очном формате к нам в третий учебный корпус на Гагарин 36. И вот после нашего регионального семинара у нас пошли запросы от родителей, их это действительно волнует. Но это доступна возможность не только ведь для родителей студентов педагогического учебника. Для школьников? Абсолютно. Конечно, это в первую очередь для родителей школьников, для родителей выпускников. Сейчас мы понимаем, что мы с вами в период ЕГЭ входим, и тревожность растет. Причем тревожность не только у детей, тревожность растет и у родителей. То есть если родитель не может справиться со своим стрессом, со своей тревожностью, он тоже может обратиться в наш центр. И психологи подскажут, как и себя привести в норму, забраться с эмоциями и не дергать лишний раз ребенка. Спасибо. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. С удовольствием еще будем его освещать, уже когда вступите в очередной этап. Конечно, в рамках межрегионального форума будем рады увидеть бригаду репортера у нас. Так, на встрече спасибо. Спасибо огромное. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня, этим утром была Папуша Елена Николаевна, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Ульяновского государственного педагогического университета. Ну, а мы двигаемся дальше.